В Самаре до 30 апреля проходит всероссийское голосование за объекты благоустройства. Голосовать может любой житель старше 14 лет на платформе 63.городсреда.ру или на сайте госуслуги. Есть еще один способ участия в голосовании посредством волонтеров. Их можно встретить во всех МФЦ городов-участников голосования в торговых центрах и других проходных местах. Привлечение жителей в процесс улучшения городской среды – основная цель проведения проекта. В областной столице напротив дома номер 163 по улице Новосадовой загорелся автомобиль из зарубежной марки. Огонь потушили, на месте работали 9 человек и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС. Студенты самарских колледжей приняли участие в заседании клуба занятой молодежи и обсудили нюансы трудоустройства. Эксперты рассказали студентам о трендах на рынке труда в 2024 году и провели мастер-класс по составлению резюмы. В Самарской области из-за тумана задержали вылеты и прилеты авиарейсов. Направлявшиеся в Курумыч воздушные суда посадили на запасные аэродромы. Приволжская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав авиапассажиров. До 30 апреля для транспорта более 7 тонн ввели ограничения на передвижение по дорогам муниципального значения Самарской области. С 20 мая по 31 августа ограничат проезд при температуре воздуха свыше 32 градусов для грузовиков, чья нагрузка на ось превышает установленные значения на территории страны. Исключения распространяются на пассажирские перевозки, транспорт неотложной помощи и правоохранительных служб. Для проведения пересдачи ЕГЭ обучающимся выделят два резервных дня, рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. С таким предложением на федеральный уровень вышли регионы, поскольку пересдавать в один день сложно. Недавно президент поручил предоставить школьникам возможность пересдать ЕГЭ по одному выбранному предмету. Размер выплат для советников директоров по воспитанию детей в образовательных организациях увеличится до 5000 рублей. Эти деньги будут выделять из федерального бюджета. Также с 1 марта глава государства утвердил увеличение выплат до 10 тысяч рублей за классное руководство. Весной наибольшую опасность для глаз представляет ультрафиолетовое излучение. Оно может привести к ожогу роговицы, повреждению сетчатки и даже раку кожи век. Повышается риск развития катаракты. Врачи советуют носить солнцезащитные очки. Нужно выбирать те, которые плотно прилегают к лицу и защищают от ультрафиолетового излучения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова